Получил сегодня четыре посылки, пять последних, но это самое главное. У предыдущих был такой усилитель для передатчика ТОРБАК на 10000 и новый корпус для БНТОЙС разбитого, но я его собрал, потом разобрал, потому что, кроме того, еще светодиодная плата на одном луче оказалась поломанной пополам, надо теперь как-то подпаивать. Заливать эпоксидкой и ставить на место. Но есть чем заняться. Сейчас хочу вскрыть этот пакет. Здесь комплект для СИМ-58, комплект без коллекционных моторов. Должен быть регуляторов, винтов и всякой ерунды, которая необходима для того, чтобы заменить коллекционные винты на СИМИ Х8. Конкретно, в моем случае, ЭДЖЕ с барометром, которая и с усиленными движками. Но это, кажется, усиленные движки, это громко сказано. Я никакой разницы не нахожу в всех движках. Вот. Сейчас, вот видите, кто у меня здесь. Один комплект, два комплекта. Два комплекта винтов, четыре регулятора и четыре без коллекционных мотора. Без коллекционные моторчики, она с крепкой. Крестовина для крепления. Без коллекционный моторчик. Такой, блин. А, вон там. Крутится, вертится. Вот крутится. Здесь в комплекте переходничок. С болтиками. Переходничок такой. Себе. Сейчас попробуем сразу с винтом. Тут еще надо кольцо подбирать, ставить. Ну, не знаю. Вот видите, колечко надо подобрать. А, не буду сейчас этим заниматься. Не буду этим заниматься. Итак, продолжаем. Так, сейчас мы поставим сюда все, что нам надо. Не знаю, что там поставим. Подготовим место. Потому что нам придется здесь заниматься сейчас слесарными работами. Итак, вот наша СИМА. Ну, уже видите, разобрана. Практически. Вот она. У меня в таком состоянии здесь находится. Что надо сейчас сделать. Моторы проверил. Регуляторы проверил. Нормальные регуляторы. Вот вроде бы так все. Я думаю, что их перед тем, как комплектовали, все проверяли. Поэтому проверил я все моторы. Вчера немножко уже поздновато было. И дедушка немножко уже, так сказать, мразмом был прихвачен. Запамятовал основные моменты. Но пришлось потом вспомнить. Вот нам надо, что здесь подготовить ячейки. И убрать все лишнее. Чтобы вот этот мотор мог сюда встать и закрепиться. Это раз. Вот. Надо поубирать все лишние проводочки. Затем здесь надо вырезать отверстие под мотор. Ох, блин. Так. Чтобы у нас мотор сюда встал. Вернее, чтобы он вылез. Нормально. Вот. Это тоже надо подготовить. Но сделать надо все так, чтобы не удалить лишнего. Вот у нас тут, например. Где? Вот. С этой стороны у нас есть. Сейчас мы тут все нашли. Ничего не выпадет. Вот. Вот. Такой выступ. Такой шпенечек, куда крепится корзина. Ее можно, конечно, и не ставить. Но желательно, чтобы она была. Поэтому ее надо будет закрепить. Можно одним, конечно, закрепить саморезом. Но лучше, чтобы было два. Поэтому здесь придется еще немножко подшиманить. Мало того, что мы вот здесь на каждом лучике по две дырочки. Мы по одной оставим. Потому что не вмещаются они. Понимаете? По одной оставим. Сегодня практически будем заниматься слесарными работами. Поставим по одной. Здесь подготовим отверстие. Для того, чтобы можно было закрепить. Прикрутить моторы. Моторы вот этими звездочками. С другой стороны через вот эту вот площадочку. Которая, честно говоря, не совсем надежная. Некоторые усиливают. Вырезают. Еще металлические пластины. Сюда ставят. Прикручивают. Усиливают. Ну, не знаю. Я у немца смотрел. Он накрутил такого, что даже не понятно, для чего все это сделано было. В общем, сейчас мы занимаемся слесаркой. С лесаркой, столяркой. Сначала, наверное, подготовим вот эти все звездочки. Играет музыка. Редактор субтитров. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова